Всем доброе утречко от Саши. Вот боюсь перед ним тарелку ставить, он сразу руки в неё окунает полностью. Вообще мы уже покушали, он уже отворачивается, да? Всё, не будет больше. Вот что Саша хочет, вот. Вот, да, вот это скажи, я люблю. Поэтому, мам, давай, всегда места в животе хватит на такое. У нас у Саши новая фишка. Последние недели он, когда вот ему что-то даёшь вкусненькое, там печенье, виноградик, ещё что-нибудь, он запихивает всё в рот сразу, что ему дали. Запихивает всё и давится. Да, в кармашек упало. Поэтому приходится выдавать вот так вот всё поштучно. Я не знаю, что это, но было у меня у кого-то, не помню у кого из детей, такое, что когда из руки попадало в рот, он считал, что у него больше ничего нет и ещё просил. Я говорю, прожуй сначала, а потом ещё дам. Вот и у Саши то самое. Если в руках ничего нет, он, наверное, думает, что и во рту ничего нет. И сразу всё запихивает опять. Да? Да. Мама? Что ты там показываешь? Что там? А, муха летает. Муха увидел. Ничего себе. Улетела. Муха летает. Пальчиком, да, Саша начал показывать всё. Раньше просто как бы тянулся, но теперь всё показывает пальчиком. На, там две штучки осталось. Доставай сам. И потеряла ложку вот от этой посуды, она мне нравилась. Не знаю где, может в игрушках где закинули. Не могу найти. Поэтому вот такой вот сейчас кормлю пластиковый. Вкусно? Скажи, вкусно. Вкусно. Вот так надо говорить. Да. Не надо её отрывать. Оторвать не может, двигает. Я вчера первый раз поставила мыться в вот эти вот решётки от духовки в посудомойку. Вот, смотрите, результат. Отмылись они, конечно, в некоторых местах, но в большинстве своём они не отмылись. Вот такие вот пятна всё равно остались. Посмотрите на этого модного паренёчка. Нашла вот такую кепочку в запасах. Да, в полосочку. Да, вот такие вот штанишки на подтяжке. Ой, Сашка, ой, какой ты модный мальчик. Какой ты модный. Пойдём. Вот, чё тут падаешь? Ползти хочешь? Ну, ползи. Модный мальчик. Просто вообще до невозможности. Ты такой классный. Пойдём гулять так. Пойдём. Сашка начал хулиганить. Он там у меня до постельного белья в нижней тумбочке доползает. Его моментально раскидывать. Я его замучилась собирать. У меня уже мысль надо всё перебрать. Постельное бельё положить в гардеробную на верхние полки. А туда поставить коробки. Чтобы он коробки не мог вытащить. Чтобы он не мог всё это раскидывать. Потому что у меня там уже бардак. Я просто не складываю каждый раз. Я обратно запихиваю. И получается, что там всё мятое и некрасивое. Да, Саш, дедушка обещал сейчас прийти с тобой погулять. Может придёт. Что-то там с кепочкой у нас не так. Так. Ну-ка. Кепочку поправь. Так. А, тут подкладка. Вон торчит. Некрасиво. Да, вот какой классный и Сашка. Какой классный мальчик на подделочках. Я сегодня делаю манник. Давно. Что-то мы не делали его. Вообще, хотела обычный пирог сделать. Но поняла, что у меня сливочного масла мало. А манник больше на растительном масле. Поэтому решили сделать манник. Спросила детей, хотите шоколадный пирог или манник с ягодами. И выбрали манник с ягодами. Я делаю ягоды неплотным слоем. Потому что иначе они когда размораживаются, много воды выделяется. Поэтому пирог может осесть или не пропечься. Вот так вот, чисто для украшения кладу. Ну и кислинку они всё равно добавляют в пирог. Пирог сладенький, а ягодки кисленькие. Сочетание идеальное. Хотя со сладкими ягодами тоже очень вкусно. Когда я кладу, например, голубику. Тоже очень вкусно получается. Это у нас красная смородина с дачи моей свекрови. Дети её любят и просто так есть. С удовольствием размораживают и едят. И вот в пироге любят есть. Надо нам тоже на свой участок куда-нибудь кустик посадить. Смородинки. Пару кустиков вот такой. У меня новая бутылка вот такая. Это водородный генератор. Классная вещь. Ну, в общем, кто в курсе, тот знает. Кто не в курсе, можете посмотреть в интернете. Каждый раз, когда я её беру, Саша вот так же вот кричит. Он очень хочет именно эту бутылку. Ему так понравилось из этой бутылки пить. Просто вообще. Он меня постоянно забирает. Сашка, понравилась водичка. Вот присосётся и всё, и не отдаёт. Надо от тебя прятаться теперь, когда буду пить, да, Сашок, малышок? Вода особо не отличается по вкусу от обычной. Но она очень полезная такая. Я её вчера, когда распаковала, попробовала. Вот он её увидел, попробовал, я ему дала. И теперь, если рядом видит эту бутылку, сразу просит. Понравилось. У него есть парильничек-то свой. Саш, ну тебе этот нравится, да? Тут поток вообще большой. Это не такой, как из трубочки. Если перевернуть, он вливается. Ну, Сашка, с кармашком сейчас. В кармашке будет вон у лужи целая. Да тебе мой глазастик. Хорошенький такой. Глазики у тебя большие, красивые. Сашка. Подарочек мой. Чудо чудесное. Санётик, малышочек. Да? Мама тебя так любит, так любит. Угу. Ага, да, соглашается. Да? Соглашаешься? Да. Дала ему его бутылочку, не пил. А при нём открыла его бутылку, вот из этой бутылки, долила ему водички, и он начал пить. Увидел, что я ему налила вот из этой бутылки. То ли ему вкус другой кажется, непонятно. Так, вот такой вот манник приготовился. Отлично, он поднялся. Я в этот раз накрывала его бумагой, и ближе к концу приготовления бумагу сняла. Потому что у меня иначе пироги вот так вот вверх сдуваются сильно. В этот раз идеальный получился, красивый. У нас сегодня ещё печенье на рассоле. Рассола много в холодильнике скопилось, решили сделать печенье. Вот такие вот необычные. Сначала вырезаем звёздочки, а потом из того, что осталось, вырезаем вот такие вот фигурки. Пирог отлично вытащился. Ничем я не смазала форму. Вот, отлично вытаскивается. Я за это и люблю силиконовые формочки. Всегда ими пользуюсь, потому что ни манкой я не посыпала, ни сухарями никакими, ни маслом даже не смазывала. Просто налила тесто, и вот идеально вытаскивается. Так, все печенья у нас готовы. Тут первая партия, которую уже наполовину съели. Тут вторая партия, и вот тут вот третья партия. Вторая и третья одновременно готовились. Поэтому вот этот чуть белее, нижний противень белее обычно, а верхний противень поджаристей. Притом верхний противень поджарится сверху, а снизу, видите, белый. А нижний противень поджарится снизу, а сверху белый. Вот такие вот дела. Но тем не менее, они все на вкус одинаковые, на твердость примерно тоже одинаковые. Никита, значит, сейчас пришел в комнату свою, сидит за компьютером. Сидел, 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 а потом, наверное, через полчаса только кричит, «Мам, какие классные светильники!» То есть он увидел, что есть светильники в комнате вот эти вот. Изначально зашел я и говорю, «Никит, видел светильники?» Он говорит, «Да, видел!» А потом через полчаса закричал, «Мам, какие классные светильники!» Он только через полчаса заметил, какого они вида. Он говорит, «А, они оказываются в виде человечков!» Я говорю, «Да, смотрите, как классно светится!» Это, Никита, у тебя что, роблокс или майнкрафт? Да, это да. Как называется? Роблокс, да? Да. А то я все игры эти путаю. Роблокс, майнкрафт. Я теперь довольна, что теперь не торчат вот эти вот провода. Отлично выглядит. Так, мне сейчас из Бермаркета привезли доставку продуктов. Покажу, что заказала, ну, чуть попозже. Не было времени сегодня ужин готовить. Вот у меня сегодня у детей вот такой вот необычный ужин. Рис – это с соевым союзом, крабовые палочки, огурцы. Короче, вот так вот быстренько сейчас перекусят и поедут на плавание, а потом я уже ужин более-менее нормальный сделаю. Ну, в принципе, тут все нормально. Рис все любят, огурцы все любят. Ну, и крабовые палочки тоже все любят. Ты точно такой хочешь? Да. Сейчас тоже тебе сделаю. Миша сказал, что это роу, только вместо нори крабовая палочка. Ну да, Миш, примерно так. Состав примерно такой. Так, быстро пробегусь, покажу, что заказала. Огурчики вот такие вот длинные. Один уже порезали. Помидорчики вот такие. Огурцы сейчас стоят за килограмм 159 рублей. Помидоры 379, помню, за килограмм. Вот таких вот творожков много взяла. Стоит 35 рублей. Вот такие вот разные творожки взяла. Тоже примерно 35-32 рубля. Некоторые там парции 29 рублей. Бедра куриные заказывала другие, но положили эти. Видать, тех не было, заменили самостоятельно. Эти не люблю, потому что, видите, обдирать их надо. Тут еще не ободранные. Перья торчат. Ненавижу, когда перья торчат. Курицу целую. А я знаю, что Ясная Зоря, вот есть у них такая штука. Я в этот раз даже дороже заказала, но их, видать, не было в наличии. Потом тушку целую, цыпленка будем запекать. Один авокадо заказала. Авокадо жесткий, мне не понравился. Авокадо стоит 99 рублей. Тушка за килограмм 189. Бедра, по-моему, 219 за килограмм. Вот такой вот пакет мытой морковки заказала. В общем, морковки я разочаровалась, потому что я могла бы купить килограмм за 45 рублей. Я купила килограмм за 99 рублей, но вот такая вот, все равно ее чистить точно так же надо. Ну, как-то не очень хорошо. Ну, реально все черное. Может быть, она и вкусная, но она некрасивая, и не помытая, недомытая. Так, и вот такие вот купаты заказала. Это производство Зельгроз. У них собственное производство должно быть вкусно. Попробуем. Не будет вкусно, больше не будут заказывать. Колбаски для жарки называются. Я их купатами назвала. Состав здесь свинина, говядина, вода, соль, специи. Так, еще взяла бананы. Бананов немного взяла. Кстати, мне нравится то, что у Зельгроза вот такие вот пакеты, как в Ашане. Они нам очень удобно идут в мусорку на второй этаж. Там небольшая мусорка. Я их не выкидываю. Всегда второй раз использую. Очень удобно. И вот столько вкусняшек для детей взяла. Это сухой завтрак готовый. Такое встречала только в Зельгрозе. И мы до этого брали шарики. Не шарики, а звездочки. Вот сейчас взяла шарики попробовать. Еще не пробовали. Печеньки вот такие вот с животными. Да, Саша, у меня уже требует все. О, на, держи огурчик. Део, вкусный огурчик. Вот такие вот звездочки мне понравились. Я сама попробовала, мы заказывали. Вот такая вот пачка стоит 79 рублей. Здесь 200 грамм. И состав хороший. Вот такие детям заказывала уже один раз. Нам понравились, поэтому еще раз заказала. И вот такие вот две пачки. Это воздушная пшеница со вкусом карамели. Воздушная пшеница со вкусом меда. Это, ну, можно смешивать вот со звездочком, с шариками. Такие, в общем, вкусняшки. Можно в кашу, кстати, добавлять. Точно так же в рис, в овся. Ну, просто насыпать так вкуснее. Так, ну, в общем, такая небольшая маленькая закупочка. Просто знаю, иногда у меня зрители очень любят, когда я рассказываю вместе с ценами. Но мне просто не всегда время есть. Не всегда Саша дает рассказать. Вот сегодня вместе с ценами рассказала. А, не сказала, хлеб я купила. У нас есть хлебопечка. Да, мы печем хлеб, но иногда просто, когда некогда было поставить. Вот мне сейчас срочно нужен хлеб, а хлеб делается три часа. Поэтому я заказала. А так, крайне редко теперь его покупаем. Но хлеб такой мы очень любим. Так, у нас тут рабочий процесс. Детишки помогают. Весь день сидели в телефоне, в компьютере. Сейчас вызвали их на помощь камушки вытаскивать. Так, смотрите, что мы хотим сделать. Тут дорожка. Годоверий будет вот. Тут клумбочка типа. Такая клумбочка с цветами. Угу. И здесь симметрично. И здесь симметрично тоже будет такая клумбочка. Нравится вам даже? Ну, мне нравится. Очень удобно будет. И машины не буду сюда вот всему заезжать. Замечательно. Миша сидит, отдыхает. Ничего не делает. Мишутка. Мишутка, малышутка. Чего, цветочек нашел? Траву. Траву. То есть цементом у нас будет залита только вот эта вот дорожка. А тут будет земля. Тут тоже будет земля. Тут будут цветы. Вот здесь Сергей стоит. И вот тут будут либо цветы, либо там сирен, что угодно. Что я захочу, то и будет. Либо абрикосина. Ну, в общем, Сергей больше любит, когда можно есть. А не только нюхать. Да? В общем, мне нравится. Ну, просто Сергей спрашивает моего одобрения. Он меня позвал. А я вам показываю. Одобрения не спрашиваю. Просто показываю по факту. Вот что вот так вот будет у нас дорожка к двери. А тут вот сложно и коляску затаскивать. У нас вот дорожка, калитка была там. И дорожка, соответственно, вот тут вот была. Вот она зацементирована вот тут под песком. Ну, мы же переделали. И калитка теперь не тут, а вот тут. Поэтому вот такие вот дела. А вот эти кирпичи, которые сейчас мы тут достаем. Сергей тут полдня достает. Вот сейчас детей вызвали. Помочь хоть по этой свежим воздуху подышать. Вот эти вот кирпичи пойдут для этого же заливания цемента. Пока я там стояла, Миша быстренько сюда пришел. Тут Саша развлекал. А у меня приготовили здесь вот такие вот колбаски. Выглядит вообще неаппетитно. Ну, сейчас вот это вот все, что из них выкикло, уберу. И буду есть. Я не знаю, будут ли дети есть, но я точно буду есть. Пахнет вкусно. Это зельгроссес, инина говядина, натуральная. Очень должны быть вкусные. Ну, отвратительно, конечно, это все выглядит. А в духовке у меня здесь запекается курочка. И вот она пахнет просто замечательно. Курицу дети с удовольствием едят. Вот такую очень любят. А еще последний раз вот здесь зельгроссы заказала помидоры. Они такие вкусные, реально, как летом. Я давно таких вкусных помидоров не ела. Называются розовые, хотя выглядят как красные, но они очень вкусные. Прям я в восторге. Аж хочется еще заказать. Миша тут весь в лёжике. И он сидит, читает ёжика Саши. А Саша огурчики кушает. Замечательно. Тут все устроились. Вылезай на морду. Ха-ха-ха. Ой, Сашенька уже зазевал. У нас сегодня чудесная погода. Опять там Сергей с дедушкой уже делают порог с самого утра. Сергей, когда детей в школу отвозил, он потом к дедушке съездил, к его папе. Забрал его, и они вместе поехали. Куда-то сначала съездили в магазин, потом приехали вот сюда домой. Там уже делают порог вместе. Соскучились по стройке по своей. А я сейчас к ним Сашку вынесу. И потом буду тут уже убирать всё. Мне и стол надо убрать, и вверху детскую надо убрать, и стирку разложить. Короче, дел полно. Я буду дела свои делать, а Саша, может быть, там поспит. Потому что он у нас в последнее время с солнцем встаёт в 5 утра и выходит к 9. Он уже хочет спать очень сильно. Он уже зевает вовсю. Так что в 9 утра он уже у нас ложится спать. Первый сон. Рассказываю вам что-то. Само смотрю на мой вот этот вот, как его зовут, гипиаструм. И я думала, что он стрелку бросит с цветком, а он бросил ещё один листик. Так что в этом году он мне, походу, листики будет давать. А не цветы. Ну ладно. Листики даёт, знаешь, уже хорошо. Орхидея всё ещё цветёт. Давно вам не показывала, как я вышиваю. В общем, я сегодня вышиваю. Я взяла одну футболочку на заказ. Вот с таким вот трактором. Это на май. У мальчика будет день рождения. Один годик будет. Надо, кстати, и Сашеньке футболочку вышить. Но у меня белых футболок больше нет. Буду вышивать на какой-нибудь цветной. У меня синий, оранжевый и чёрный. Какой-нибудь выберу. Вот. Доделала я футболочку. Вот такой вот трактор получился. Но меня уже Санька зовёт. Сейчас быстренько упакую и отправлю. Наверное, уже завтра отправлю. У нас в субботу у Никиты в школе, у Миши в школе, у Стёпа в садике субботники. И попросили принести, у кого есть цветы, чтобы посадить клумбу в школу. Мы сейчас с Никитой лопатой вырвали. Вот тут вот везде выкопали. Ирисы понесём в субботу в школу. У меня, конечно, вообще руки. Без перчаток я это всё делала, как обычно. Ужасные. Но зато я освободила её, вот видите, хурму. Она у нас была вся в ирисах заросшая. Мы когда хурму посадили, вот, ну, две недели назад, даже чуть больше, три недели, наверное, назад, она была в ирисах, но ирисы ещё не такие большие были. Поэтому казалось нормально. А сейчас ирисы её просто заполонили, не видно было. Вот примерно вот столько же мы вырвали сейчас ирисов со всех сторон. Так что хурме будет получше. Кстати, она нормально прижилась, вот у неё даже почки есть. Так что всё вроде хорошо с этим делится. И ирисов очень много удалили. Это тоже отлично, потому что они тут лишние были. Такие вот клубни, видите, теперь валяются у нас. Мне многие написали, что это не хрен, а конский щавель. Я сейчас решила попробовать на вкус, потому что посмотрела в интернете и уже начала сама сомневаться. Попробовала, даже не знаю. Мне кажется, на щавель больше похоже не на хрен. Хотя он такой огромный, всегда думал, что это хрен. Он в прошлом году больше метра вырос. Вот такой вот гигантский. Неужели такой щавель бывает? Ну нет, вроде не хрен щавель. Никакой, если честно. И не сладкий, и не горкий, и не кислый. Как будто кусок травы съела. Никакой, ни туда, ни сюда. Как понять, если никакой, это не хрен, это щавель, что это? Или надо корни подкапывать, чтобы корень попробовать, хрен или нет. А сейчас пока на хрен смотрела, увидела, что тут вот тюльпанчик расцвел. Видите, один маленький красивенький тюльпанчик. В прошлом году несколько было, но в этом году, видите, песка слой больше намного, поэтому меньше. И вот тут во дворе у меня тоже такой цветочек расцвел один. Но завтра, я думаю, тут уже будут все цвести красиво. Вот два пакета ирисов собрали. Эти ирисы многие мы просто оторвали в верхушке. То есть там в основном корешки идут. Очень много там корешков. Я думаю, хватит на огромную кумбу, если их раскидать, они разрастут уже сильно. А это так можешь еще и в этом году вырастут. Если вот сразу завтра посадить, то, может быть, в этом году даже расцветут немного. Сергей сейчас поехал отвозить Никитиного друга. У нас после школы иногда друзья к Никите заезжают. А потом, когда Сергей едет за Степой, он их до дома развозит обратно. А Никита с Мишей вот тут продолжают камушки собирать, выбирать. Продолжают, вернее, сказала. Не продолжают, а только начали. Они вот играли с другом и сейчас начали только. Теперь у вас по времени, да, не по количеству. Раньше он говорил, идите 50 камушков перекидьте. А теперь у них по количеству времени. Сколько по времени они тут камушки разгребаются, столько по времени и телефон будут сидеть. Да, играть, Миш, так? Да? Ничего себе! Саша, он тоже хочет с вами кидать камни. Да, да! Санек, малышок тоже хочет камушки вместе с братиками кидать. Как ему понравилось через камушки, тоже туда кидать. Семь рядом и сидит, кидает. В общем, у нас тут крыльцо скоро будет. Вот еще что покажу. Вот тут распустился беленький тюльпанчик. Это огромные белые тюльпаны, которые на 8 марта в прошлом году я покупала. И я сюда луковицы сажала изначально, потом их выкапывала. И вот один я просто не заметила. Видать, луковицы там случайно оставила. И вот такой вот большой красивый тюльпан вырос. Это я рассказываю для тех, кто говорил, что возможно тюльпаны из луковиц, которые на продажу 8 марта, не растут. Вот, отлично растут. Вот, просто сорвала. У меня там еще 2 пакета огромных с луковицами. В этом году тоже буду сажать. И надеюсь, вот эти вот сиреневые и белые тюльпаны большие у меня будут расти потом. Саша попросил к ним. Повторяет за ними все. Да, вот тоже камушки. Кидает вот так вот. Оп, и кидает. Забава вообще. А я тут над ним слежу, чтобы он их не облизывал. Но вроде пока желаний не было. Чисто повторяет вот за старшим, и он их перекидывает с места на место. Так, я позвала Сергея специально, потому что я не распознала. Сереж, попробуй на вкус, хрен это или конский щавель. А то у нас тут споры. Я думала всегда, что это хрен, а мне сказали, что это конский щавель. Говорят, корень надо попробовать, но я же не могу корень выкопать. Это щавель. Щавель это? Ну, на вкус щавель. Конский щавель. А это как щавель на вкус. Говорят щавель. Щавель, щавель. Как это у нас в прошлом году? Ты реально думаешь? Щавель? Короче, Сергей сказал, что это щавель. Гигантский. Щавель. Я всегда говорила, щавель. Я говорю, какой-то гигантский. Он в прошлом году вот такой метровый был. Он выше этой груши был. Он к августу разрастается вообще просто невероятных размеров. Сейчас смотрите, какой он. Он мне по пояс уже. Неужели? А я попробовала, Сереж, мне ни сладко, ни кисло. Непонятно, какой это вкус. Ну, надо спросить, хрен какой на вкус. Говорят, что он, если растереть, типа он горкий. Ну, а этот нормальный, как щавель. Чуть кисленький. Кисленький есть, а я попробовала, у меня ничего не кисленькое. Я говорю, как трава какая-то нейтральная. Короче. Ну, нормальный тело. Может, вот тут надо попробовать вот эту? У щавеля же это. Они же огромные мести, они поэтому такие старые. Да я даже... Вот у щавеля, у него... Вот это вот должна быть кисленькая. Ствол или как ее назвать-то, основание у листьев. А тут? Да нейтральный какой-то. Ну, в общем, Сергей сказал, что это щавель. Значит, комментарии правы. Значит, ни хрен это щавель. А я его маме срывала в прошлом году в закрутке. Неужели она щавель положила в огурцы? Короче, я не знаю. Ой, ладно. Значит, у нас тут щавель не растет. Значит, мы опять не знаем, где брать ответы на все вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok